МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Вести КамАЗа. О событиях недели расскажут Людмила Трестовна и Павел Мехно сегодня в выпуске. КамАЗ представляет автобус будущего. Электробус экологичен, экономичен и морозоустойчив. Шихту готовим строго по технологии. КамАЗ продолжает модернизировать чугунное производство. Тема занятий – бережливость. За партами камазовцы. Молодые и бывалые. Шихта – так на немецкий манер литейщики называют смеси сходных материалов для плавки. Это как рецепт любого блюда. Результат полностью зависит от точных пропорций. Подготовка к плавке на производстве чугунного лития литейного завода начинается в системе шихтоподготовки. Совсем недавно ее модернизировали, и технологии предприятия уже отмечают. Заводу удалось на 10% снизить металлургический брак, усадку и несоответствие химического состава. Подробнее о том, что изменилось, расскажет Егор Орлов. Система, с помощью которой на заводе до последнего времени готовили шихту, была спроектирована еще в 70-х годах прошлого века. Тогда ее точность вполне устраивала, но с тех пор требования к сплавам серьезно изменились. Так что на литейном заводе решили. В борьбе за качество помогут не только новые печи, но и модернизированная система подготовки сырья к плавке. Ну, во-первых, точность была, ну, по тем временам достаточно. Сейчас и все-таки физический, и моральный износ, поэтому, значит, было принято волевое решение директором завода, что это надо делать. Теперь процесс автоматизирован. Оператор системы из аппаратной уже не выходит, и процессом руководит дистанционно. Надо только задать нужные параметры, и все. За точность пропорции отвечает техника. На системе стало приятнее. Там, потому что это вся пыль, все было внизу. Вся без маски, там находиться невозможно было, когда они кидают. Там как раз система была на уровне боди. Модернизация уже отразилась на качестве финального продукта. Показатель по браку – минус 10%. Но и это еще не вся экономия. Это повлияло на экономию электроэнергии, которая затрачивалась на поддержание расплава металла в процессе доведения химического состава при отклонениях, которые мы получали из-за некорректных шехтовок. И, естественно, мы получили экономию за счет ферродобавок, которые также на доводку уже не затрачиваются, а шехтуются, опять же, в рамках той рецептуры, которая у нас прописана в технологическом процессе. Система прошла госгосударственную поверку с первого раза с заданной точностью, с соблюдением, значит, без отклонения от погрешностей. Ну, если честно, мне, значит, производственник говорили, Борисыч, ты это не сделаешь. Ну, мы это сделали. В общем, эффект от проекта налицо. И вывод напрашивается сам собой. Точный рецепт – залог успеха не только на кухне. Егор Орлов, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. КамАЗ в сентябре перевыполнил план по выпуску автомобилей. Всего же с начала года выпущено более 18 тысяч единиц. Завод двигателей СП «Каменскама» изготовили за три квартала более 19,5 тысяч двигателей силовых агрегатов. Несмотря на сложное положение в автомобиле-строительной отрасли страны, у камазовских продавцов наметились положительные тенденции. Уровень продаж с июня по сентябрь увеличился на 13%. Рост продаж происходит на фоне 10-процентного увеличения всего российского рынка грузовых автомобилей. Доля КамАЗа на рынке осталась неизменной – 56%. В прошлом году этот показатель был равен 44%. Производство автобусов в России в 2015 году снизилось на 16%, но в сравнении с падением продаж грузовиков почти на 40%, этот факт не кажется таким уж драматичным. Поддержали автобусный рынок федеральные и республиканские программы обновления муниципальных автопарков. Но и конкуренция в этом сегменте серьезная. На главной в этом году выставке коммерческого транспорта «Комтранс-2015» лидерами отрасли было представлено сразу несколько новинок. Самый революционный продукт предложил покупателям КамАЗ. О чем идет речь, расскажет Екатерина Романова. Какой самый экологичный вид транспорта? Правильно, электрический. Ведущие автопроизводители мира не один год бьются над созданием общественного транспорта, способного осуществлять перевозки пассажиров, используя энергию аккумуляторных батарей. Успешные разработки можно пересчитать по пальцам. Вполне возможно, что электробусы от КамАЗа как раз одна из них. Электробусы малого и большого класса созданы совместно с инжиниринговой компанией «Дайвер Электро». Это одни из самых инновационных сейчас электробусов в мире. Это электробусы второго поколения с накопителями на основе литий-тетонатных аккумуляторов. Они имеют потрясающие свойства в плане холодостойкости, до минус 45 выдерживают. Они прослужат около 10 лет без замены аккумуляторов и они заряжаются за 6-20 минут. Накопленной энергии ему хватит, чтобы проехать 100 километров. Для городских перевозок это достаточный километраж. Большой низкопольный автобус предлагает совершенно уникальный уровень комфорта и для пассажиров с ограниченными возможностями, и для мам с колясками. Автобус малого класса, рассчитанный на 22 пассажира, можно использовать в качестве маршрутного такси и для передвижения по историческим центрам городов. Опытные образцы начнут эксплуатироваться в Москве и Санкт-Петербурге. Основной вопрос, который у будущего эксплуататора возникает в связи с электробусами, это насколько легко будет адаптироваться к эксплуатации такого нового типа транспорта и как он будет ездить зимой. Потому что вот такая связка аккумулятор и зима всегда вызывала какие-то нарекания. Мы даем гарантию, что не будет никаких проблем зимой связанных с аккумуляторами, с термостойкостью, но в любом случае эксплуататоры должны проверить это. И вот только после зимней эксплуатации они смогут принять решение о том, закупать или не закупать подобные модели. За 10 лет за счет низкой стоимости эксплуатации электробус окупается и выходит приблизительно на 20% дешевле, чем традиционный автобус. А если говорить о вкладе в экологию страны, то это стопроцентное попадание в ряды защитников окружающей среды. Екатерина Романова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Транспортная компания «Лидер Транс» намерена приобрести 55 магистральных тягачей КАМАЗ-5490. Первая партия из 20 автомобилей на днях была передана заказчику. «Лидер Транс» постоянно расширяет и обновляет свой автопарк, в котором до последнего времени числились только автопоезда европейского производства. Теперь автопарк грузоперевозчика пополнился российскими тягачами с автоматической коробкой передач. Куратором сделки стал официальный дилер КАМАЗа компания «Кари». Нам была очень важна эта сделка, потому что она показывает о том, что перевозчики поверили в наш автомобиль, что перевозчиков наш автомобиль удовлетворяет. Мы надеемся, что мы и дальше будем сотрудничать с этой компанией. Это первая такая крупная сделка по коробкам автомат. Мы все-таки надеемся, что наш автогигант 5490 займет достойную позицию на магистральных перевозках нашей страны, и мы в течение года-двух все-таки расширим Большую Семерку до Большой Восьмерки. КАМАЗ первым в России получил сертификат на соответствие действующей системы менеджмента бережливого производства требованием ГОСТа в категории «Крупные предприятия». Сертификат под номером один генеральному директору автогиганта Сергею Кагогину вручил заместитель директора Департамента транспортного и социального машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Вячеслав Бормистров. Вручение состоялось в рамках второй международной научно-практической конференции по бережливому производству. Главными темами стали повышение производительности и снижение сдержек. Полученный сертификат подтверждает, что выбранный в 2006 году путь развития собственной производственной системы на основе лентехнологий оправдал себя. В 2015 году общий экономический эффект достигнет предположительно почти одного миллиарда рублей. Бережливое производство – тема, которая все чаще поднимается руководителями всех уровней. Заметных успехов можно достигнуть лишь путем вовлечения всего персонала в общий процесс. Однако прежде необходимо обучить персонал, а вот сделать это можно только без отрыва от производства. В минувшую пятницу работники прессово-равного завода постигли основы бережливого производства. Передать свои знания приехали преподаватели из Нижнего Новгорода. На бережливом уроке побывала и наша съемочная группа. В актовом зале прессово-равного завода гуру-менеджмента Александр Грачев передает азы бережливого производства. Обучение проходит в игровой форме, позволяя закрепить полученные знания на примере. Всего за время обучения с основами бережливого производства ознакомится более двух тысяч работников со всех подразделений КАМАЗа. За сентябрь мы уже около тысячи человек обучили по этой программе и примерно столько же человек хотим обучить еще в октябре. Программа короткая, всего два дня, и мы хотим за эти два дня кратко рассказать о самых важных инструментах бережливого производства. Обучение затрагивает две главные темы – бережливое производство и его качество. Для того, чтобы проекты двигались более активно, необходим постоянный контакт с работниками, который является ключевым звеном в создании хорошего продукта. Обязательно нужно вовлечь рабочих, еще раз обратить их внимание на эти вопросы, пояснить, какие цели у этих проектов, у этих программ, какую роль могут выполнить и сыграть сотрудники предприятия, рабочие, работники любого уровня. И особая надежда на рабочих, потому что именно там создается ценность для потребителя, именно там выпускается продукция, именно туда стекаются все проблемы. Система бережливого производства позволяет не только сократить расходы, она также дает возможность увеличить объемы прибыль без потери качества. Многие поняли, что да, действительно это очень нужно. И самое главное, чтобы это все доходило до каждого. Это вот самое важное, наверное. И чтобы мы передали, наверное, вот эти знания, которые сегодня получили другим работникам. Побольше надо обхватывать. Чем больше рабочих знает об этом, где ему обращать внимание и куда. Бывает же, некоторые не понимают, откуда это потеря, и откуда появляется, и как его устранить. Благодаря внедрению системы менеджмента бережливого производства за текущий год ПАО «КамАЗ» удалось сэкономить почти один миллиард рублей. Правильно выбранная стратегия «Автогиганта» позволяет демонстрировать свою конкурентоспособность на мировом рынке автомобилестроения. Янушакова Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Готовы повысить производительность своего труда более 40 работников «КамАЗа». Они завершили свое опережающее обучение. В торжественной обстановке сотрудникам выдали документы о повышении квалификации. И поздравили с успешным окончанием курсов. Каких высот смогли достичь «КамАЗовцы», какие возможности у них появились и каковы дальнейшие планы. Расскажем далее. Сегодня в зале одни выпускники. Здесь собрался непроизводственный персонал «КамАЗа», прошедший обучение на курсах, направленных на повышение эффективности производства. За 6 лет, с 2009 по 2015, мы с вами обучили вместе, говорю мы с вами, потому что не без участия центра занятости. Обучили 6 тысяч с копейками, 6200, по-моему. И в этом году только по этим антикризисным 6,5 – это пока, а у нас есть подозрение, что вы эту цифру намного увеличите. И у самих сотрудников «КамАЗа» остались только теплые воспоминания об учебе. Они признались, что опытные преподаватели преподносили материал легко и доступно для понимания каждого. Нам дали ту уверенность в полученных знаниях, и мы пошли на широкую ногу, то есть внедрять эти знания уже конкретно в свое производство. Тем самым, разработая свой проект, мы надеемся, что он все-таки принесет реальный экономический эффект, а не условный. И тем самым мы внесем свою лепту, так скажем, в развитие нашего завода и «КамАЗа» всего в целом. Мы будем применять на работе те знания, которые мы получили, и надеемся, что получим также экономический эффект от данного обучения, потому что мы в своем проекте рассчитали определенную сумму, которую мы должны выиграть в результате применения знаний, полученных в ходе обучения. Хотя удостоверение об окончании курсов не дает обещаний повышения заработной платы, но зато у работников появляется потенциал к карьерному росту. Естественно, что обучение всегда – это определенный багаж, это получение дополнительных компетенций, это такой небольшой трамплин для того, чтобы была возможность карьерного роста, потому что знания, они, в общем-то, никому не мешают, они только всегда бывают в пользу для того, чтобы получить лучший результат от своей работы и, соответственно, быть замеченным и подняться на более высокую ступень. Как признались недавние студенты, они уже начали применять полученные на курсах навыки и надеются, что приобретенные знания помогут им более эффективно справляться с поставленными задачами. Евгений Брайнтов, Ольга Шапкина, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Следующая неделя наверняка окажется насыщенной интересными событиями, и мы расскажем о них 23 октября. В 19.15 на телеканале РЕН-ТВ, Набережная Челны. Выпуск для вас подготовили наши коллеги, мы Павел Михно и Людмила Тресмин. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова